привет народ в этой части будем делать типа дуга безопасности но это не дуга безопасности будет это основа основа для чего основа для подлокотника основа для капота здесь будет идти дуга для защиты двигателя как бы от удара и на нем же будет сформирован капот также возможно что это будет основа для навеса или для крыши была взята 32 труба от швеллера швеллер был распущен пополам в толстой стенки просверлены отверстия а здесь обваренного и закреплены чтобы они были параллельно теперь берем отводы соединяем отводами также и здесь берем кусок трубы от воды и все это с отводами делаем также и подлокотил давайте начнем так сделаны перила конструкция закреплена сейчас мы вторую перелину на ту сторону приделаем сегодня везде не искал трубогиб у знакомых ни у кого нету пришлось с отводами это все выводить так вот перил ну естественно это будет зашито зря только стоечки варил ладно отрежем это не проблемы по периле не удобно сидеть шубру это локоть лежал как раз рука будет доставать до распределителя видно трактор ну я тоже трясусь так достаточно крепко два болта здесь два болта здесь также и на той стороне будет сверху может быть что-нибудь придумаем потом мягенькая может не будем думать может так и оставим посмотрим эта форма выведена потому что здесь стал каркас но тоже получается уже не нужен мы его тоже спилим по эту форму это как бы чуть-чуть с выпиранием чтобы не просто ровно было от чуть-чуть поинтереснее было фигуру потому что сзади будет сверху будет должно хорошо потом в конце выглядеть все вот такие перилка они как бы ограничители плюс перила и залазить будет удобно хочешь за руль хватайся хочешь за перила хватайся здесь же можно и подсос разместить все что угодно продолжаем крепим 2 2 перила так крепление готовы временно сделал проволочку это для соблюдения расстояния между ними труба суда не залазила вовнутрь я просто взял вырезал половинку просверлил отверстие и закрепил сейчас временно прихватил на одной капульки но мало того что надо это выставить здесь но надо еще и нижняя это сделать вот сделал коромыслика вырезал такие две пластины 1 на эту сторону 1 на эту сторону чтобы она так встала ее прихватить это будет крепление навеса с этой стороны там будет откручиваться и здесь будет откручиваться и убираться навес хотя не знаю будет он ли вообще убираться но сделано все равно съемный так что вырезали пластины сейчас просверлим отверстие закрутим потом уже можно будет вот от этого плясать какой угол нужен вот сюда да что же с фокусировкой то такое камеру на такую другую приобретать вот давайте это сделаем так все приварили перемычку прихватили сюда креплением крепление сделала изнутри чтобы снаружи крепления не было выставили два карагача по 45 сантиметров от воды по прихватывали потом все это мы обточим теперь надо поставить вот сюда перемычку и назад перемычку потому что сверху будет лист будет примерно до сюда наверно доходить чтобы загибался и с той стороны вот она перемычка седелка сделана или как его правильно седло посадочное место сейчас вот сюда надо вставить сейчас я вторую тоже изготовлю сразу поставлю и покажу все приварили ну то есть прихватили пока перемычку переднюю заднюю вон у меня лист красноватый стоит он пойдет на крышу он где-то спустится сантиметров на 10-15 сюда также с этой стороны сейчас все обварим здесь пусть в принципе наверно вот до сюда до крепления а может целиком до подголовника посмотрим в общем крыша вот такая получается в принципе мне нравится чем-то не трактора даже багги похож пока ковша нет и задней навески неудобно и крыша и съемная надо вообще убрала если не нравится высота кстати получается с мой рост это грубо говоря да прям четко метр семьдесят но метр семьдесят три мой рост и высота трактора тоже метр семьдесят три и над головой там где ты когда будешь сидеть над головой получается сантиметров пять-семь нормально высоко высокая крыша она тоже не нужна она не очень смотрится все давайте зашью лобовика у меня пока никакого нету может пока и ничего не будет чисто как контур будет может быть оргстекло какой-нибудь приделаем сверху точно жестянка здесь оргстекло естественно сюда же повесится фары сюда повесится зеркала хотя хренов знать на хрена эти зеркала нужны посмотрим давайте то делаем вот так она выглядит без крыши вот я ее снял обварил зачистил так смотрится без крыши теперь давайте крышу оставим так выглядит с крышей все шуи зачистили все зачистили везде полукруг квадратного нет ничего но все давайте зашьем металлом так но все навес закончен металл прихвачен делал на ширину трактора чтобы я хотел шире даже дело сиделась на уровне крыльев но слишком громоздко смотрелась так она более аккуратно уклон лобового я взял по стреле чтоб симметрия было в сторону отойдем видно да лобовое поэтому задний наклон тоже по сиденью сделаны сидеть комфортно залазит уже комфортно головой не бьешься все нормально так что свет вот эта зона закончена это не будет зашиваться пока не сделается зад зад арентировочно покажу чтобы кому то интересно мало ли вот так вот потом ориентировочно вот так или вот так будет в общем надо облагородить заднюю часть тоже пойдет снизу отбойник как бы защита двигателя моргает пойдет отбойник на уровне рамы как буква п потом где-то и на этом уровне вот такие две наверно пойдут это жестко закреплено будет а вот здесь уже будет сам капот чтобы открыл снял и обслуживаешь куда надо достать по сидению еще надо сиденье крепится вот здесь вот эта стойка уберется потому что я планировал сначала обшивку сделать потом решил только делать подлокотник все остальное надо как-то сделать здесь чтобы сидушка откидывал вперед это мы сделаем это вообще не проблема петли я купил все приварим все сделаем ну все навесом принципе доволен навес нравится мне больше чем предыдущий навес целом все устраивает двери не будет если кто-то будет думать за шею полностью нет такого не будет это просто навес от легкого дождя от легкого снега чтобы на голову ну и от солнца само собой чтобы не пекло если что-то какие-то долгие работы будут также напомню опять же что это все съемное не проблема снять и убрать если он начнет надоедать от навеса ну все следующий этап это капот всем спасибо всем пока пока пока